Дом правосудия по своему оформлению и проектованию объект уникальный. Новоселами тут стали одразу четыре суды. Областные три районных. На будовництво было выдатковано больше за 27 миллионов рублей. И оно велось в рамках державной инвестиционной программы на 2013-2019 годы. И о ответственности с плана мероприемства Папа Дрихтовцы до святкования тысячагодзя города. Огольная площадка будинка больше за 16 тысяч квадратных метров. Больше в Беларуси только и Верховный суд. Проектировщики пользовались и нашими подсказками, потому что мы были заинтересованы в том, чтобы оно функционировало именно для того, чтобы осуществлять правосудие. То есть все нюансы, все то, с чем мы в обычной жизни и работе сталкивались, были учтены в этом здании. Такой подарок государства, он обязывает нас наполнять это красивое здание содержанием, наполнять его тем, чтобы наши судебные решения действительно были справедливые и законные. С новоселем супрацовников четырех судов повиншовал старшиня Брестского. А был выконком Анатолий Листок самого урочистой церемонии открытия Дома правосудия. Приняли удел наместники, руника администрации президента Валеры Мицкевич и старшиня Верховного суда Беларуси Валентин Сукала. Символичная червоная стушка перерезана и гоноровый гостей проводит с экскурсией по Новобудоулі. Уражение не только становится. Брестский Дом правосудия один из лепших не только у республицы, а и украинах постсоветской просторы. У этого выполнены Валентин Сукала. Даже у нас в стране нет зданий, чтобы комплексно сразу правосудие осуществлялось в таком объеме. Мне кажется, что по такому пути следуют идти. Не строительство каких-то так маленьких зданий судов, а вот таких дворцов правосудия, где бы действительно были новые современные возможности. Будинок целиком отповидая международным стандартам и потребованиям. На четырех поверхах разместились опрационные помешкания для судов, адвокатов, прокуроров, залы сходов и президума. Так само 23 зали судовых посещений. За их 12 криминальных, 11 громадянских справ. А начасово в залах судовых посещений могут разместиться 704 человека. Помешкания обсталиваны из системы ауди, видео-назирания и конференц с увязью. Это позволит производить допросы участников, свидетелей на удаление от суда. Например, мы допрашиваем, судебное заседание происходит в Грестье, а участников допрашиваем, которые находятся в других населенных мунтах в Беларуси. Это, конечно же, большая экономия сил и времени. Все это скажется на оперативность рассмотренных дел. Все необходимые умовы створены выключены для всех супрацовников суда. А это около 180 человек. У Тымлику 52 – судейский склад. Залы умают совесть с рабочими помешканиями для судов, холами и вестубюлям. Прозвольные граждане тропляются на поседжении. В залах суда продуглежены беспечные шляхи доставки из неволиных. Здесь предусмотрена подземная парковка, в которую место заключенных будут проводить. То есть оно должно быть, мало того, все изолировано, доступа, предотвращение различного рода внешних угроз, которые могли бы быть в отношении и лиц сопровождающих заключенных, и самих заключенных. Соответственно, доставка их по конвойным лестницам к месту проведения заседаний – это все была специфика этого производства. Первый судовый поседжение в Брестском доме правосудия отбудется 17 червня. Плануется, что подобный дом появится и в Барановичах у Костричнику этого года.